Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с альбомом картин художников в фототипе. Описание этих работ. Художественно-литературный журнал, редакция журнала Всемирная иллюстрация, Санкт-Петербург, 1893 год. Геба, статуя Канова. В настоящее время эта статуя Канова, одно из замечательнейших произведений этого итальянского скульптора, находится в петербургском ормитадже. Канова исполнил эту статую около 1808 года для империатрицы Жозефины, а не для русского императора, как первоначально предполагали. Геба была куплена по поручению императора Александра I только в 1815 году при продаже произведений искусства, находившихся в Мальмезоне. Впрочем, необходимо прибавить, что петербургская геба не более как и репродукция статуи, которую Канова исполнил для венецианского сенатора Альбрици. Впоследствии Канова сделал еще две другие репродукции, одну для лорда Каудора, другую для графини Вичардинь. Молодая богиня изображена сидящей с голым торсом, нижней части лакутана в прозрачной драпировке, поддерживаемой в талии поясом со спущенными концами. Волосы у нее приподняты и окружены легкой диадемой. В правой руке, приподнятой до лица, она держит флакон, который она наклонила, как бы желая налить его содержимое в чашу, которую держит в другой руке. Наклонение тела и расположение ног указывают скорее на легкость и грацию, чем на то, что она идет по облакам. Ее ноги как бы едва касаются облака. Ее лицо выражает веселое настроение с примесью чуть-чуть заметной серьезности, что указывает на то, что молодая богиня исполняет свою обязанность разливательница нектара в присутствии Юпитера. Идея статуи прекрасна, а композиция необыкновенно замечательна. Голубюст и приподнятая рука представляет верх скульптурной отделки. Статуя эта была на выставке в Париже, и парижская публика была недовольна тем, что художник в некоторых местах позолотил статуи. Но парижской публике в то время было неизвестно, а может быть остается неизвестным и теперь, что греческие скульпторы очень часто прибегали к полихромии в скульптуре. Конова недостигаем в изображении женских идеально нежных форм. Конова идеалист. Он поклонник чистой красоты во всей прелести, роскошных форм и округленных линий, не выходящих из границ самой изысканной эстетики. Он даже сиборит по страстной чувствительности, проявляющейся у него сплошь и рядом в его лучших произведениях. Ну, вот такое описание по журналу 1892 года. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok